МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кот Матроскин – верные друзья. Усатый и полосатый не отходят от хозяйки ни на шаг. Даже к экзаменам они готовятся вместе. В этом году Аня сдает 4 школьных экзамена. Конечно, сложно подготовиться, но я умею распределить время, и поэтому мне очень несложно. 5 часов может иногда уходить, может 6. Пробное ЕГЭ у старшеклассницы уже за плечами. Как признается, волнения не было. Родные стены помогали. Экзамен придется писать в другой школе. На душе тревожно. Тесты я смотрел, ну, мельком, конечно. Но первое впечатление у меня такое, что там даже сам вопрос может поставить тупик. Хотя очень просто можно ответить. А вот формулировка вопроса ставится так, что может человек запаниковать. Да, и ведь не воспользуешься ни учебниками, ни шпаргалками, да и звонок другу не сделать. По правилам проведения экзамена у учащихся и организаторов извлекут все средства связи. В этом году будет два новшества, связанные с процедурой проведения экзамена. Первое новшество – это на входе в пункт проведения экзаменов будут установлены стационарные, либо переносные металлоискатели. И детям будет предложено перед проходом через металлоискатель выложить все лишние предметы и оставить их тем сопровождающим лицам, которые будут сопровождать их пункт проведения экзамена. Второе новшество это связано с тем, что во всех пунктах проведения, во всех аудиториях будет организовано видеонаблюдение. Об этом тоже будут установлены информационные таблички, и дети будут знать о том, что полностью весь ход экзамена будет проходить под видеонаблюдением. Проверка сказать и правда строжайшая. Прямо как перед полетом в жаркие страны. Остается надеяться только на себя и свои знания. Эх, быть во всеоружии дело нелегкое. Чтобы мозг работал как часы, необходимо во время подготовки к экзаменам правильно питаться. Лучше включить в свой рацион больше сладостей, фруктов и орехов. Они подадут организму необходимую энергию. Пейте соки и наслаждайтесь вкусом свежезамороженных ягод. Лиета здесь ни к чему. Ну, в первую очередь следует обратить внимание на такие продукты, которые содержат витамин группы В, затем ненасиженные жирные кислоты, затем микроэлементы типа фосфор, железо. И содержатся они в таких продуктах, как рыба. Причем рыба абсолютно всех сортов. Затем это горький шоколад в обязательном порядке. Не стоит забывать про морепродукты в виде креветок, может быть, мидий. Также сюда можно использовать морскую капусту. Дорогие школьники, не сидите за учебниками допоздна. Грызть гранит науки лучше на свежую голову. Пусть у вас будет крепкий и здоровый сон. Бодрость и активность придут сами собой. Так получается, что родители этих детей, которым сейчас столько лет, находятся чаще всего тоже в каком-то таком интересном возрасте. И часто бывают, они выясняют какие-то отношения. Так вот, я советую родителям ни в коем случае эти отношения не выяснять при своих детях. Тем более, если дети находятся в важной жизненной ситуации, когда им нужно уделить время и внимание для решения какой-то вот такой проблемы. В этом году из школ Красноярска выпускаются 5500 11-классников и 7500 9-классников. Все они идут к своей цели. И чтобы в мае им не пришлось слишком маяться, дорогие родители, поддержите их словом и окружите заботой. Тогда и самые сложные задачи им будут по плечу.